Я вам хочу сообщить, что я создал телеграм-канал для спонсоров Бусти, чтобы с ними там всяким баловаться. Попасть туда можно и получить всякие другие бонусы, можно поддержав канал на Бусти. Уровень спонсорства при этом не важен, доступ дается всем. А если ты уже являешься спонсором, то подключи свой телеграм в настройках Бусти и жди сообщения от бота в приложении. Спасибо. Всем привет, я Эмбран, наша компания продолжается в Зоорийское Братство. Очищенное, конечно же. Значит, в комментариях вы сказали, что там с бедностью у нас беда некоторая происходит. Ну не то, что прям, конечно, некоторые, ну капец. 100% у нас население является бедным. Все, короче. Даже Гутрум-Вагнер, потому что ну 100, значит все, ну прям. Короче, дебафы прям серьезные. Стаба минус 30, поддержка войны минус 20. Да, конечно, рекрутируемое население и прирост населения, тут проценты космические, но как бы это все, больше тут плюсов нету. Скорость исследования минус 20%, вот это у нас, кстати, стабрит, тоже нехило так. Расход на товар народного потребления, это конечно, ну минус 50, прям хороший тоже бонус. Все остальное, вот все остальное, кстати, мешает нам тоже развиваться. Сейчас я поставил расходы на нашу социалку, на максимум, ну максимум тут конечно ограничен вот этим вот, то есть не очень много. На армию максимум не ставлю, потому что дефицит уже появляется серьезный и там уже долг будет сильно расти. А сейчас сказали то, что еще борьбу с бедностью поставить, сейчас смотрю вот 0% эффективность, но написано то, что со временем эффективность будет улучшаться и достигнет пика на 10 месяце. Но проблема в том, что снижение бедности, оно будет тратить наш ВВП, ну то есть, я так понимаю, снижать его рост. А вот, а здесь как раз таки только с прессов оно увеличивает наш ВВП на 1%, что как бы ну нормально. Но бедность все-таки надо убирать, поэтому давайте я поставлю ее. Ну а здесь, кстати, по решению тоже с бедностью надо бороться, а то я это вообще не прожимал никогда. А может быть этим бы мы и ограничились и не стоило ставить борьбу с бедностью здесь, но она у нас такая колоссальная, что давайте то и другое. Так что прожимаем, а здесь, кстати, ВВП вырастет. Инфляция, инфляция, нормально. Гутрум Вагнер сгорбился над своим столом, безуспешно пытаясь понять ее содержимое. Разумом он был далеко отсюда, его контроль над братством ускользал. С каждым днем ему казалось все больше, что титул фюрера не более чем формальность, в то время как реальная власть находится в руках Шульца и его приспешников. Надо было что-то делать. Он не может позволить ему уничтожить арийскую расу, не сейчас, когда она так близка к своему торжеству. Он услышал, как распахнулась дверь в его кабинет и с испугом поднял глаза. Но ведь он дал распоряжение охране не беспокоить его. В дверях стоял Шульц, сверляя Вагнера взглядом. Зигфрид, что ты творишь? Сейчас не время для приема. Если хочешь встречи, обговори этот вопрос с секретаршей. Шульц, заведя руки за спину, молча подошел к утрому. Он даже не смотрел на него. Вместо этого он осматривал кабинет. Присматривайся. Я не знаю, что ты тут делаешь, но мое терпение заканчивается. У тебя есть пять секунд на то, чтобы убрать отсюда, прежде чем сюда войдет охрана и научит тебя вежливости. Шульц встретился с невзглядом. И Вагнер заметил, что что-то поменялось. Сдержанное высокомерие, с которым он смотрел на окружающих, исчезло. Его глаза были широко раскрыты, а на лбу выступал пот. Он направился к столу. Вагнер нажал на тревожную кнопку под своим столом. Твоя тиранья длилась слишком долго, Гутрум. Обходя стол, Шульц, наконец, издал хриплый шепот. Вы убивали и порабощали истинных арийцев, преклоняясь перед жидовскими марионетками из Германии. Это не может продолжаться. Наша раса должна выжить. Вагнер буквально стучал по кнопке, но никто не пришел. Он потянулся к ящику, в котором хранил пистолет, но было слишком поздно. Шульц вытащил из-за пазухи кинжал и воткнул его в шею Гутрума. Когда Вагнер рухнул на пол, кровь из раны брызнула ключом. Через мгновение все было кончено. Шульц вытер кровь с лица и развернулся к двери. Один из охранников наблюдал за картиной. «Господин, вы в порядке?» Поинтересовался мужчина. Да, дело сделано. Север пробуждается. Гиперборея. Собственно, персоны, а вот и она. Итак, опять флаг. Ну, уже такой, знаете. Ладно. Что у нас тут по фокусам? Это у нас не исчезло. Ох, какой зигзаг красивый. Ё-моё. Значит, уроки древних. Тут промыслы. Короче, это, я так понимаю, на промышленность. Да, здесь у нас армия и выход в мир. Тут у нас мы уже будем смотреть за пределы наших границ. Значит, сейчас, наверное, стоит заняться в первую очередь экономикой, потому что выйдем в армию. Да, давайте вот так вот. Уроки древних. Древние русы познали мир давным-давно, но их потомки эти знания забыли. Наши предки управляли счастливым обществом, сводом от зла и врождения. Именно следуя их примеру, мы добьемся успеха. Это касается и экономических вопросов. Вместо того, чтобы копошиться в учебниках колдунов-ученых, мы обратимся к прошлому. Во времена древней империи русов не было ни еврейских финансистов, ни неуправляемых большевистских рабочих. Были только мудрые цари-волхвы, правящие согласно воле богов и рабы, беспрекословно подчиняющиеся. Эти утраченные принципы станут фундаментом нашей новой экономики. Гутерн Вагнер как бы уже всё. Наш не фельдмаршал. Шульц, ну я его изначально, помните, ставил прокачивать. Для того, чтобы я знал, что он будет фельдмаршалом. Ну это было понятно. А он же будет главным у нас, иначе фельдмаршалом тоже. Но потом, когда я переиграл, я уже его не прокачивал. И поэтому он у нас, он такой. Просто по единичкам, он очень сложно сражаться с таким генералом. И он явно не для тех войн был. Прокачивать его можно быть сейчас. Ну как-то, потому что будет не так напряжно, по-любому. Но тогда там нужен был хороший командующий. Тогда, может быть, Шульц вообще в армию у нас не пойдёт. Может, какого-нибудь... Так, эти назначены. Какого-нибудь Шнайдера Феликс поставить? Почему бы и нет? Мастер, конечно, в городе сражения. Ну, Тристан, кстати, он больше в оборону. Но оборону тоже хорошо. Ему можно будет ещё выбрать черту. Давайте вот я всё-таки его назначу. Да, он ещё и пехотный командующий, так что он нам нужен. А этот строгий лидер, кстати, восстановление дивизии уменьшает на 10%. Я лучше сейчас повышаю, получается, Шмита вот этого. Давай сюда. И тебя мы в мастера наступления. Вот ты как раз атаку получишь. Восстановление дивизии. Ну, и это я возьму чуть позже. Тут уже прирост акклиматизации холода будет плюс 40%. И способность зимней одежды. А тут, кстати, зимой повоевать всё-таки, думаю, придётся. Хотя с Германией тут уже полезно особо это не будет. Сказали в комментариях то, что Шпиер, он реформатор. Получается, что на нашей территории он уже не нападёт. Это всё. Дальше не идёт. Но мы-то на неё напасть не можем. Если что, у меня с самого старта этой кампании стоит сабмод на Вторую Западно-Русскую войну. Ну, и как бы там должно, я так понимаю, появиться скоро возможность напасть. Так что мы в любом случае будем махаться стреком. Даже если не получится что-то там с модом, то всё. Я могу консоли напасть, как вы это делали в первых наших прохождениях, когда этого ещё сабмода не было. В помине. Так что махаться с Германией мы будем 100%, если что. Что-то протесты студенческие. Давай, давай, что-то нет. Значит, дальше идём. Священные промыслы. Получим здесь бонус к ВВП, а также две производственные единицы. Давайте. Иммиграцию всё-таки буду прожимать, потому что людские ресурсы нам нужны. Вот это не надо. Вот механизация сельского хозяйства. А вот ты никак на бедность не повлияешь, интересно. Всё-таки больше еды, значит, как-то люди лучше жить должны. Ну. А, уровень бедности начинает падать. Да, это влияет. Прекрасно. Исследование тоже. Давайте возьмём. А вот насчёт ресурсов здесь бедность... Не, никак. Ну ладно, вот, значит, борьбу с бедностью буду прожимать и сельское хозяйство. А там у нас успехи какие-то есть? Нет. Ничего не происходит. Может, там вообще всё очень запущено, и поэтому это всё бессмысленно? Ну ладно, надеемся ещё на вот это, там пока что бонусы разгоняются. Но ВВП уже там, да, вроде режется. Угу. А дефицит минус 6%. Может, и расходы на армию чуть-чуть всё же пониже? Потому что это сильно большой минус. Вот так давай. А рост ВВП, вон, 3,5. А если максимум расход на армию поставить? 4,1. Ну и минус 11 ВВП, это того не стоит. Так что давайте вот так. О, пойдёт. У нас тут вон, что сильно влияет на рост бедности. Тюремная система 0,09 вообще. Вот тюремная, да. То есть, есть сейчас у нас смысл взять и ей заняться. Охватить тюрем. То есть, можно просто тюрем поставить. Это вот это имеется в виду, да? Старительство тюрем в более бедных и густонаселённых штатах, таких как Самара. Тут даже он определяется сразу. Сколько же здесь переменных, капец. Улучшит нашу стабильность и наш уровень подчинения. Угу. И уменьшает требования гарнизонов. Но у меня что-то с бедностью, конечно. Рабочее тело и рабочая душа. ВВП. Немножечко. И увеличится максимально инвестиции в социальное финансирование. Вот, социальное надо, да. Это нам надо. Чё, слушай, она реально вообще не работает. Походу. А, подожди. Или это политика. Политика тюремной системы. Это вот это, наверное, влияет всё-таки, а не то. Это вот же социальная политика. Это вот это вот влияет. А там я смотрю, насчёт бедности ни слова не было. И нам нужно её как-то менять. У нас сейчас стоит что? Звериная жестокость. А, ну такое, слушай, здесь дебафы лютые стоят. А я изменить никак не могу. Но у нас тут чё-то эффективность увеличивается. Растёт всё же время от времени. Ну, я так понимаю, строительство тюрем, оно, может быть, и улучшит как-то это улучшение нашей тюремной системы. Поэтому мы быстрее выйдем из этой звериной жестокости в неприкрытое угнетение. Что как бы получше, чем вот это. Хотя там тюрьмы, они имеют отношение именно к политике безопасности. Вот этой вот. А про тюремную систему тут ничего не сказано. Именно вон политика безопасности. Всё. А как тогда влиять на тюремную систему? Ну, сейчас 0,08, так что, может быть, в плюс, ну, хотя быть, какой-то, но выйдем. Постоянно прожимая вот эти вот решения и выдерживая эту политику, мы всё же хоть как-то да сможем бороться с этой бедностью. Я так понимаю. Там же максимум у нас уже пока что не нагнался. Вроде как нет ещё. Вроде растёт. Да, пока что политика находится на 30% эффективности. Там ещё 70% явно хватит, чтобы бороться с этой бедностью. Сейчас я взял яблоко Перуна. Вау. Легенда гласит, что бог Перун обладал золотыми яблоками, которые превращались в молнии для уничтожения врагов. В наши первые дни мы не надеемся на то, что спасение придёт в виде божественного вмешательства. Поэтому нам придётся использовать силу Перуна для других целей. Нам следует сделать электрификацию. Да какая электрификация? У нас и так всё офигенно с ней. Долг подрастёт, но получим электроэнергию, ВВП, инфляцию. У нас с электроэнергией. 69. Красивое такое число из 27 необходимых. Нафига нам ещё эта электроэнергия? Я тут не должен перестараться, мы просто уже сильно заполучили много этой электроэнергии у тех, кого мы захватили. Во Франции чё здесь? Ага. Остались вот эти вот нацисты, революционеры. Ну и Французская республика, я так понимаю, здесь победит. Она, кстати, находится в организации свободных наций. Это единственная европейская страна в этой организации. Американцы как-то помогают? Да, помогают. О, АЭС побеждает в гражданской войне. Ага. Всё. Ну чё, Гиммлер, ты там как-то поднапрягаешься, нет? Войскам у тебя не видно жалко, сколько всего. Но явно выстоять против организации свободных наций ты не сможешь, хотя может я чё-то о нём не знаю. Эта шишка такая мутная, что ничего не буду говорить. Так, дальше. Готовы принять. Получаем здесь. Ага. Идею ты никогда не сбежишь на идею закрытой границы. Стабильность плюс 10, квалификация бутрости рабочих и, кстати, увеличение изменений эффективности в области религиозных прав. А вот ты никогда не сбежишь, это же хуже, чем закрытой границы. То есть то прям вообще категорично. А это, ну, закрытая граница, так закрытая граница. А ты где посмотри? Ну-ка. Да, да, да. Вот смотри, ты никогда не сбежишь. А вот закрытая граница. Можем потом как-то выйти в только квалифицированные иммигранты, то есть принимать только таких полезных людей к нам в страну. Но, скорее всего, мы до этого не доберёмся вообще. Наказание неверующих. Ага. Идея неверующая на фабриках у нас появится, будем их туда, получается, отправлять. Это увеличит скорость строительства, объём производства и производительность верфи. У нас, правда, они не используются, ну ладно. Но политика в области религиозных прав у нас ухожется, конечно же, само собой. А потом дружно пойдём к славе. Эта идея неверующая на фабриках у нас вообще изменится на весь марш к славе, который даст ещё больше производства и модификатор производимых единиц к ВВП. То есть за ВВП будем больше получать этих самых единиц. Само ВВП, кстати, вырастет. Ну и процентные ставки будут понижены на 1%. О, Шарль Деголь у нас избран президентом Франции. Всё это свершилось. Внизу написано. Прикольно. Братству нужна кровь. Давай-ка сейчас прожмём Вознесение, получим людские ресурсы. Великий заговор. Они нам нужны, потому что сейчас я начал делать ещё 6 дивизий. Вот этих вот бронированных. 6 пехотных тут у нас стоит. Давайте шутся вот сюда, вот. Просто генералом будешь. Того будет командовать этот мужик. Да, превышение, конечно, ничего страшного. Прокачаешься, а потом станешь фельдмаршалом. Вот так мы и поступим. Сейчас, правда, у нас не хватает винтовок. И машинок этих самых бронированных, да? А, нет, нормально хватает их. Значит, винтовки и вот это всякая по мелочи. Доктрины тоже прокачиваем. А у нас что лучше? Адаптивные команды или планирование операции? Наверное, адаптивные. Мы даже в фокусах вышли в децентрализацию нашей армии. А здесь ещё организация, смотрите, скорость планирования, восстановление, ещё организация, атака для ротобеспечения. Здесь защита и скорость восстановления. Вот и расход перепасов, конечно, вот тут вот вкусный, в этой ветке, но я думаю, это лучше. Так что берём адаптивные команды. А в конце тут атака. Серьёзно такая, так что давайте. Насчёт, кстати, подготовки к войне. Мы там, когда 1 января 69-го года? Полгода, короче, осталось, и мы тут уже будем махаться. Сейчас инфраструктуру достроим, и я начну уже заниматься строительством тюрем. Четыре штуки построим. А вот госпитали. Наверное, что нам это тоже надо. Три военные базы. Бонусы на армию хорошие. Давайте, может быть, как поступим. Я одну военную базу сейчас построю. Там в Самаре сказали, лучше построить. Получим сразу хорошие бонусы. Так что одну военную базу здесь вот. Ну, после этой инфраструктуры. Потом инфраструктура, и потом тюрьмы. Вот, это, конечно, одна база сильного просто не решит. Ну, хотя бы так. Тюрьмы, а потом уже госпиталь будут строить. А в Сагатке, наверное, так много нам инфраструктуры не надо. Двушка построим, пойдёт. Вообще, я бы, конечно, взял бы, сейчас уже перегнал бы вот эти вот производственные единицы с фабрик. Кстати, уже 33 штуки. На военные заводы. Но нам сейчас, конечно, желательно это построить. Производства вроде как у нас хватает. А, только на машинке нужно побольше поставить. Новые завоевания приносят и новых врагов. Пришло время создать поистине достойную армию против недочеловеческой напасти. Наши вооружённые силы станут силой самой бушующей природы, в которой каждый вонь чистый ариец. В конце концов, ариец идеальная машина для убийства. У нас в крови течёт война. Гордая родословно даст необходимые преимущества для победы над ордами недочеловеков, захвативших мир. Там, где немецкий бич пал, сверх расы гиперборейцев добьётся ошеломляющей победы. Как только Россия вновь объединится, мы докажем всего миру военную силу арийской расы. Наши братья подавят всех, кто осмелится бросить гиперборей и вызов. И даже смехотворный так называемый рейх наверняка задрожит от страха, который окажется под нашим прицелом. Ну там же, кстати, по условию этой компании мы же должны построить государство развитое. То есть и бедность нужно убрать, и вот это всё остальное тоже улучшить. Поэтому я очень сильно жду ваши комментарии и советами, как максимально эффективно разобраться с нашими вот этими проблемами. Потому что, ну тут политики вот эти вот, на них сначала нужно влиять. Потом уже они будут отображаться на бедности. Вот тут у нас в социальном развитии вроде как всё нормально, но здравоохранение, конечно, стагнирует так плюс-минус. У нас оно вообще отсутствует. Из-за этого дебафон какие. Но что есть, то есть. Наверное, сначала разберёмся с захватами, потом уже будем так уже по-серьёзски заниматься всем вот этим вот. А так сейчас пока что. Кое-как. Ну здесь вкратце речь идёт о колоссальных испытаниях, которые проводят вот эти вот инструкторы. Оставляют без еды, без воды, без сна. В общем, пропускают людей через суровые условия. И те, кто сдаются, те, само собой, выбывают. Но, в общем, наш тут персонаж, я так понимаю, тоже Пётр сдался. Поднялось рыдание. Это казалось единственным выходом из его положения. Как только дверь распахнулась, в неё вошли два инструктора и вывели его из тёмной комнаты. Пётру было наплевать на насмешки оставшихся внутри. Он накинул взглядом в небо и увидел звёзды, сияющие в ночи. Они были прекрасны. Словно глаза богов. Не все выдерживают. Здесь они рождены для войны. У нас идея боевая подготовка будет заменена на боевые учения. Получим вот эти вот бонусы. Конечно, скорость мобилизации у нас упадёт, но всё остальное хорошо так вырастет. Получим, кстати, в Микуне мы и одну военную базу. То есть у нас уже будет две. Одну построим, одну здесь получим. Ну и плюс те, которые у нас уже есть. Уровень подготовки у нас вырастет. А у нас эти военные базы, они... Тут есть одна. Нету. Административная школа, госпиталь. Три школы здесь у нас. В Великодске находится административный центр. Ну, военных баз. А здесь, в Плесецке, на самом деле как-то маловато. Поштучно стоят. Но тут ещё. Не во всех провинциях. Ну, чем больше в одной провинции зданий одного типа, тем меньше их эффективность. Вон, в Самаре вообще капец. Смотри, сколько всего. Сколько школ. Сколько административных зданий. Тюрьма вон. Ну, тюрьм вообще, кстати, очень мало. Но это видно по показателям, которые отображаются вот здесь. Беру сейчас я командование и координацию. Получаем здесь бонус. На расход припасов. Факторы военных расходов. И эффект охвата военными базами. То есть, я так понимаю, одна военная база будет давать больше эффективности, чем раньше, до этого исследования. А тут оно постоянно прибавляется. Здесь организация, а тут сразу вон. И организация, и опыт. И восстановление организации. И тут оно постепенно суммируется. Так что, вот сюда вот, на выйти надо. А тут, это 75-й год. Так что, вот это вот возьмём, и мы вполне уже можем воевать спокойно с этим Ельцином. Войск у него 42-69. Среднее число, это у него столько войск. А у нас 42. Самый минимум. Но ещё тут шестерочка как бы готовится. Сейчас я её не выпускаю. Пускай да обучается, и тогда уже как раз она успеет там. Так, здесь. В инвестиции в строительство. Это надо, это берём. Импорт тяжёлой техники. Тоже надо, конечно, да. Не, смотри, ничего не помогает. Эффективность 100%, но при этом у нас тут, вон, бедность всё равно растёт. Потому что всё остальное очень сильно влияет на рост бедности. Ну, конкретно вот эта вот тюремная политика. Качество здравоохранения тоже такое себе. Но им сейчас займёмся. Ну, тюремная, давай, ну развивайся быстрее. Скоро она, конечно, выйдет у нас на следующий уровень, но он как бы тоже ничем хорошим похвастаться не может. Ладно, это сейчас я взял. Теперь давайте-ка я в небесах, словно великие предки. Получаем бонус для исследования самолётов. Но пока что-то мне не до них вообще дело. Хотя штурмовики вообще желательно сделать. Или хотя бы чуть-чуть ещё истребители. Чё у нас там по исследованиям самолётов? Ну, минималка есть. Вообще надо выйти вот сюда вот. Взять штурмовик и файтер. Ну, думаю, для войны с Ельциным там самолёты как бы... Ну, у него сто с копейками этих самолётов. В Восточине вообще самолётов нету. Так что фигня, может, пока ими вообще заниматься не стоит. У нас, тем более, вон у пехоты воздушная атака есть. Ну, чуть-чуть, но есть же. Так что что-то мы там сбивать, да будем. К сожалению, судя по недавним действиям наших соседей, все надежды на мир Западно-Сибирской республики были разбиты. Свердловск, столица государства Западно-Сибирск, заявила, что мы являемся нелегитимным государством, которое стоит на их пути к воссоединению всей России. После этого заявления о враждебности они изгнали всех наших граждан за пределы своих границ. По мере того, как их вооружённые силы начинают мобилизоваться, а горизонт заволакивают тучи, кажется, что наш конфликт интересов должен быть урегулирован на поле боя, а не за столом переговоров. С тобой? Нет. Немецкие саботажище. Немцы совершили диверсию на нашу инфраструктуру. Вчера поздно вечером они сообщили местному гарнизону о восстании железнодорожников, информация которой, как выяснилось позже, оказалась ложной, чтобы отвлечь гарнизон. Пока наши лучшие войска были отвлечены, немцы заложили динамит на некоторые наши ЖД-пути. Никто их не заметил, а они ушли. Мы всё ещё не оправились от последствий, но надеюсь, наша инфраструктура скоро будет восстановлена. Класс. Так, ладно. Чё, мы готовимся к войне? Могу сейчас прожимать это дело. О, тут оно уже, уже надо готовиться. А наша готовность сейчас 0%. Что можем делать? Расширять восточную? Нет, нам не надо. Снабжение на Урале. Разведывательная служба. Можем поддержку войны снизить у противника нашего. И, кстати, получить политвласть. Это ж мы получим, не он. Давай. О, дополнительные резервы в 150 тысяч. Давай, давай. Обязательно. Можем подготовить ещё укрепление на Урале и у Воркуты. Пригодится. Обзор восточных позиций. Бонус к разведке нашей давайте возьмём. Авиабаза. Ну и давайте, может быть, ещё, да. Снабжение на Урале. Тоже. Всё. Командного ресурса пока что не хватает. Но это тоже прожмём. Чё бы нет. И вторжение уже можем мы начать. Хотя лучше дождаться, пока на нас Ельцин нападёт. Войска эти я уже распакую. Пускай. Становятся готовиться. Вот эти вот, кстати, исследования я вообще не брал. Так что нам нужно выйти сюда. Тут как бы ещё помимо скорости строительства, видов вот этих вот построек, ещё и как бы эффективность этих построек добавляется. Так что нам это дело нужно взять и на школы, и на больницы, на тюрьмы, и вот, что, кстати, важно тоже, на военные базы. А здесь вообще объём заводского производства. Тут, в принципе, сюда нужно выходить. А тут ещё эффект административных зданий, скорость строительства. Так что вот это дело сейчас я тоже буду брать. Исследования по поводу пехотки нашей и всего вот этого остального. Тут они под превышение попадают. Тут у меня так всё берётся, так что можно пока изучать нашу экономику. Вон, людей сколько сейчас у нас. А ну давай, бахать будем. Вот эти барнированные войска и обычные. Чё у нас тут по поводу снаряги? Слабовато как-то, конечно. Винтовок минус 5000. Ну да, сейчас винтовками позанимаемся. Давайте так вот сделаем. Сейчас самое главное это винтовки поставить. Взял сейчас ещё вот эти вот фокусы и выхожу в орды верных. Увеличивает изменение эффективности в области призыва. Также военнообязанное население, скорость пополнения и уровень обучения тоже у нас улучшится. Так что, хороший бонус пойдёт. Здесь бонусы на повоевать к нам добавятся. Получаем скорость дивизии, скорость восстановления дивизии и атаку дивизии. Как раз вот войнушка должна будет уже начаться. Хотя чё-то я так смотрю, что по ходу нападать уже будем мы. Готовные сейчас появятся у нас. И уже, наверное, налетим. А здесь, кстати, и борьба с бедностью. И здравоохранение обязательно. Да и образование. Хотя, может быть... Давай всё-таки на людские ресурсы возьмём. Пропагандистские программы. Сейчас это будет поважнее. Это как бы здесь написано, что противник сильнее. Но вообще, тут такая позиция, что мы можем попытаться пробить саду Магнитогорска или хотя бы Оренбурга. Что попроще. Ведь через горы топать не придётся. И это будет знатный котёл, после которого Ельцин уже не оправится. И мы сможем спокойно проходить, я чувствую. А здесь дальше получим мы опыт, производственную единицу и подготовка призывов. Прекрасно. Так что вот это. Наши братья по расе. Нам придётся избрать одну страну, которая станет приоритетной для наших дипломатических усилий. К западу находится наше гермоническое братье. Рекоменстрат Московия. Что мы здесь послание к западу? Поклон из Пермхайма. Распространение наших идеалов. Нам должно распространить наши идеи на ближние страны. Ага. Тут приглашение от братства. Пан-Арийский конгресс. Ситуация в Сибири. Казахская дилемма. С Казахстаном будем решать вопрос. И вперёд к объединению. То есть здесь, я так понимаю, пытаемся связаться с Рейхом. И сначала ответ вообще не получаем. Но будем пытаться делать в конгресс. Ага. Наши агенты распространят материал германским представителям. И всем иностранным приверженцам гитлеровских идеалов. Окей. А здесь лишь мы одни. Тут мы обзываем немцев. Считаем, что они не настоящие Рейхи. А мы тут законные, на самом деле. В общем, осуждаем их. Я смею Бургуню. Там вообще кривиш происходит. Конечно, смеять надо. Значимость нашей родины. Враг на востоке. Взоры на юг. Ну, то есть здесь те же самые вопросы, можно сказать, решаться будут. Но другим способом. Вон, с Казахстаном тоже решим вопрос. И вперёд к величию. Стабильность, политвласть. Ну, то же самое. Но. Что для вас здесь будет интереснее? Вы напишите в комментариях. Поставьте лайки на те комментарии, которые совпадают с вашим мнением. И в следующей серии я всё дело посчитаю. И приму уже решение. А также посоветуйте, что делать вот этим всем. Ну что ж, с вами был Эмбер. Спасибо большое за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь на канал. Ставьте колокольчик, чтобы больше не пропускать новые видео. Оформляйте спонсорку, чтобы получить классный бонус. А также играйте в мультиплеерной партии. Или просто общайтесь на нашей серии. Ну что ж, с вами был Эмбер. Спасибо большое за просмотр. До встречи.